Здравствуйте, друзья! Тема нашего сегодняшнего разговора это неровности на коже, которые возникают после липосакции и как можно от них избавиться. Сразу напоминаю, что есть ссылочка под этим видео, если вы по ней пройдете, сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Итак, начнем. Итак, друзья, липосакция – это операция, направленная на удаление подкожного жира и так называемых жировых ловушек из разных частей тела. Это можно выполнять и в области боков, и в области спины, и в области живота. Соответственно, и бедра также можно уменьшить в объеме, избавив их от определенного количества жировой ткани. Ну и немаловажно, надо следить за качеством кожи и, соответственно, как будет выглядеть эта область после того, как операция уже будет закончена. Здесь действительно немаловажно понимать, сократится эта кожа, либо уже изначально там есть избыток кожи, и даже если мы уберем жировую ткань, то эстетически сама эта зона не станет выглядеть лучше, да, может быть, даже будет выглядеть хуже, поскольку мы должны понимать, что убирая подкожный слой жировой, да, мы все равно воздействуем хирургически на эту область. Соответственно, после того, как оттуда уйдет жировая ткань, начнутся формироваться рубцы, то есть формироваться фиброзная ткань, она более плотная, более жесткая, чем жировая ткань. И она, если кожа не натянута, если она полностью не сократилась, она как раз и вызывает вот неровности, образование неровности в этой зоне. Иногда их сравнивают с неровностями в виде... Иногда их сравнивают с неровностями в виде стиральной доски. Вот такие волны, такие вот впадины и, наоборот, образование в виде выступов могут возникнуть, если, во-первых, неправильно была определена тактика перед операцией, то есть выполнялась липосакция на той зоне, где изначально есть избыток кожи. Второе, возможно, не была правильно проведена реабилитация в раннем послеоперационном периоде, не была проведена достаточная стимуляция кожи на сокращение, тем самым вызвало развитие образования фиброзной ткани и, соответственно, неровности на самой коже. Соответственно, показания к самой липосакции определяют. В первую очередь, ваш доктор, вы приходите на консультацию, говорите, что вам не нравится там визуальный вид, там, не знаю, например, живота. И доктор уже должен определить, можно ли здесь сделать просто липосакцию, убрав жир подкожный, сделав живот более стройным, более спортивным, либо здесь все-таки присутствует избыток кожи, и надо выполнять помимо липосакции еще и обдоминопластику, то есть избавлять пациента от этой лишней кожи. Поскольку если вот это все не учесть, то после липосакции, без удаления лишней кожи, вот как раз на фоне образования фиброза, на фоне образования рубцов, может появиться неровность на передней брюшной стенке, что эстетически иногда выглядит даже хуже, чем... то есть живот выглядит хуже, чем перед операцией. Ну и второе, о чем я говорил, это реабилитация. То есть в послеоперационном периоде, опять же, доктор вам должен расписать те процедуры, те физиотерапевтические методы, которые будут способствовать улучшению кровообращения в этой зоне, лучше будут уходить отеки в этой зоне. Ну и далее, с помощью того же массажа лимфодренажного воздействие на кожу будет происходить таким образом, что эта кожа начнет нормально сокращаться, и меньше будет образования той самой фиброзной ткани, которая может в последующем привести к вот этим неровностям. Вот поэтому, друзья, здесь обязательно четкий контакт с доктором, выполнять все его рекомендации, которые он вам дает в послеоперационном периоде. Ну и, соответственно, в этом случае те осложнения, о которых мы говорили, они будут минимальными, а может быть их не будет совсем. Сегодня мы поговорили с вами о неровностях, которые могут возникать на коже после операции липосакция. Если вопросы остались, пожалуйста, пишите в комментариях, буду вам на них отвечать. Напоминаю, что есть ссылочка, которая расположена под этим видео, и пройдя по ней, вы сможете записаться ко мне на бесплатную консультацию. Я вам всем желаю здоровья, удачи и увидимся в следующих выпусках.